здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодняшнем видео мы пообщаемся о водорослях в аквариуме для большинства аквариумистов водоросли это противный коричневый налет зеленая муть или черные нити портящие внешний вид аквариума водоросли главные жители поверхностных вод земли именно с них начинает строиться большинство природных водных экосистем где водоросли составляют основу для существования жизни аквариум это не природный водоем и совокупность живых организмов помещенных в него создается и поддерживается искусственным образом аквариумист сам выбирают животных и высшие растения с различных уголков нашей планеты и помещает их в свой аквариум а вот низшие растения заселяются в наши аквариумы самостоятельно не существует обычного аквариума в котором бы не присутствовали водоросли споры самых распространенных водорослей витает вокруг нас в воздухе а экзотические гости попадают в наш аквариум вместе с новыми рыбами и растениями вопрос карантина от занесения спор водорослей в аквариум очень спорны ведь неизвестно можно любить споры водорослей не повредив при этом самовысшие растения но это не значит что вновь приобретенные растения обильно покрытая водорослями можно смело сажать в аквариум тут все дело в количестве Водоросли набирают сил в зависимости от своей общей массы. При определенных условиях водоросли увеличивают свое количество геометрической прогрессии, подобно взрыву. Поэтому главная профилактика от развития водорослей в аквариуме – это создание неблагоприятных условий для их развития. Налейболее важные питательные вещества для любых растений – это азот, фосфор и калий. Их называют макроэлементами. Калий добавляют по необходимости в аквариум при выращивании высших растений. Его избыток не вызывает вспышки водорослей, в отличие от других двух макроэлементов. Основное поступление азота и фосфора в аквариумы, где не используют макроудобрения, происходит с кормом. Со временем эти элементы накапливаются в виде нитратов и фосфатов. Задача аквариумиста – это поддержание этих соединений на минимально возможном уровне в своем аквариуме. Для этого используют специальные препараты, особые наполнители для фильтров, сифонка, грунт, регулярные подмены воды и организация правильного питания питомцев. Наиболее часто встречающиеся водоросли – причина их появления и методы борьбы с ним. Диатомовые водоросли – это коричневый слизистый налет, возникающий на грунте, стекле, декорациях, иногда возникают на листьях растений. Появляются в аквариумах с низким уровнем освещенности и питательных веществ. Также могут появиться в хорошо освещенных аквариумах на стадии запуска с неустоявшихся азотным циклом. Диатомовые водоросли не представляют опасности для обитателей аквариума. И многие рыбы, анцитрусы, сиамские водоросли, еды, атоцикрусы, улитки, кроме грунтовых, не прочими полакомиц. Стекла аквариума необходимо отечать при помощи скребков. Различные декорации можно вытащить и помыть отдельно. Ф-глиновые водоросли или просто цветение воды возникают в аквариумах благодаря сочетанию трех основных факторов. Наличие в воде высоких концентраций фосфатов и нитратов, высокой температуры выше 27 градусов, а самое главное высокой продолжительности светового дня, больше 12 часов в сутки. Часто возникает в аквариумах, куда на протяжении всего дня попадают прямые солнечные лучи. В первую очередь необходимо максимально уменьшить попадание света в аквариум. Необходимо затенить аквариум на несколько дней. Включаем активную аэрацию для рыб, так как в отсутствие света водоросли будут активно потреблять кислород из воды. И отечаем аквариум способами, описанными для диатомовых водорослей. Существует также и химический метод борьбы с данными водорослями. Зеленые точечные водоросли или ксенококус. Отдельные точки или послевающийся сплошной зеленый налет. Очень распространенные жители любых аквариумов. Появляются в местах интенсивного освещения. Очень важна систематическая очистка от этих обрастаний элементов аквариума. В борьбе с зелеными точками можно применять как биологический фактор. То есть это в рыбы водоросли еды. Так и химический фактор. Синезеленые водоросли. На самом деле это не водоросли, а фотосинтезирующие бактерии. Причина их появления в аквариуме это отсутствие движения воды и большая концентрация питательных веществ. В процессе своей жизнедеятельности они выделяют воду опасной для животных токсин. В зараженном аквариуме необходимо обеспечить движение воды при помощи фильтра и компрессора, а также просифонить грунт. Зеленые нитчатые водоросли. Нитчатка. В основном они возникают в аквариумах с большим количеством высших растений и неправильным использованием удобрений. Передозировка железа в большинстве случаев вызовет появление одной из нитчаток. С нитчаткой хорошо справляются водоросли еды. А также ее можно убирать чисто механически руками, наматывая их на палочку и удаляя из аквариума. Красные водоросли. Черные нитки. Короткие и плотные. Черная борода. Длинные ветвящиеся. Олень и рог. Вьетнамка. Это самые обсуждаемые водоросли среди аквариумистов. Они поселяются не только на декорациях и грунте, но и на стеблях и листьях растений. Растения при этом страдают от недостатка света и питания. Причина размножения красных водорослей в аквариуме следующая. Наличие и избытка питательных веществ это нитраты и фосфаты. Высокие показатели карбонатной жесткости воды и уровня PH. Сильное направленное течение, а также неоптимальные условия для растений. Поэтому усугубить ситуацию может более мощный фильтр, чем рекомендуем производителям для вашего аквариума. Для борьбы с красными водорослями можно использовать как биологические, так и химические способы. Наиболее эффективным способом борьбы с красными водорослями будет изменение условий для высших растений на оптимальные. О выборе и применении химических веществ мы поговорим в следующих видео, если они заинтересуют моих зрителей. На этом все. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...